Я участвовал в вечерах, посвященных памяти Валерия Александровича. И наверняка здесь есть слушатели, которые обывали на этих вечерах. Вы прекрасно понимаете, что там нужно более богатое, собственно говоря, синфоническое звучание. И тогда эти песни приобретают именно тот колорит, именно тот свет, тот вкус, тот объем, который они всегда и заключают. Поэтому я хочу вам рассказать, почему сегодня назван мой творческий вечер «Березвоны». Дело в том, что я познакомился с Валерием Александровичем, точнее, с его творчеством в театральном институте. Моим педагогом был Эдуард Анатольевич Хим, который, вы знаете, долгое время был другом Валерия Александровича. Я так понимаю, любимым исполнителем. Его песен, и действительно, пел он их крайне трепетно, душевно. Я совершенно недавно даже прослушивал в очередной раз военные письма. И это потрясающе, как они перестоящие колечны. Удивительный дуэт, удивительное произведение. Поэтому Эдуард Анатольевич как-то завоевал мое доверие. Я в то время был молод, обидцвозен, голубоват в каком-то смысле. И, в общем, относился с большим скепсисом к тому, что у меня будет педагогом Эдуард Анатольевич Хим. Я боялся всех этих потолков ледяных, дверей скрипучих, которых придется петь в стенах театрального института. И вдруг он сказал, прослушав меня, ты знаешь, вот как ты поешь, как ты чувствуешь, так и делай. Давай просто с тобой определимся в репертуаре. То есть он так хитро зашел и этим меня обезоружил. И дальнейшие наши взаимоотношения были крайне плодотворны. Потому что первое, что он спросил, люблю ли я русские народные песни. И русские народные песни я сказал, да, в детстве мама поставила пластинки. Федор Иванович Шалябин исполнял русские народные песни. Вот, кстати, Шалябин. Давайте я тебе принесу ноты именно в той транскрипции, по которой исполнял Шалябин русские народные песни. Я с удовольствием, и мы таким образом спели неоднократно на наших творческих почетных концертах. И прощая радость, и Ноченьку, и не велят Маши за речью уходить. А тут же тихонечко пришел Мусоргский. Мы спели и Мусоргск, и вот в один прекрасный день Эдуард Анатольевич меня спросил, что ты знаешь о Валерии Александровиче Гаврилине. А Гаврилине я знал только то, что вот по телевизору балет, а не вот это произведение Гаврилине, которое замечательно исполняли Максимова и Васильевна. И вот единственное все, что я знал. А тогда он мне принес «Ночь перед казнью», то есть смерть разбойника, которая входит в цикл перезвона. Собственно говоря, как мне это рассказал Эдуард Анатольевич, что перезвоны возникли из заказа, который поступил в 81-м году Валерию Александровичу от Михаила Ульянова, который являлся автором постановки спектакля «Степан Разин». И таким образом Валерий Александрович прочел «Я пришел дать вам волю» и, собственно, перезвоны называются «Читая Шукшина». Это... и вот хотелось бы мне даже засчитать некоторые выдержки, если вы позволите, да? Потом все равно мы еще к запискам вернемся. Продолжение следует...